Доброго всем денёчка! Так, ну уже, да, уже день. Я тут ещё пока всё в порядок привожу. Надеюсь, что мы успеем ещё на пляж сходить. Сегодня очень тепло, отличная погода. И нам ещё нужно сегодня опять по магазинам. Нужно всё в дом, всё в дом, всё в дом. Так, ну что, к нам пришёл мастер, сделал нам конец интернета. Вот, такая прелесть. Оборудование бесплатно. 25 евро в месяц, каждый месяц. И 600 мегабит в секунду. Без лимитка, короче. Скорость обалденная. Так что роутер здесь. Я думаю, что его все что можно выносить на балкон, чтобы на улице тоже ловило. Сейчас у нас вот соседи. Так, вот оттуда покажу. Вот видите, сидят, загорают, отдыхают. Уже у бассейна в трусах, плавках, да. Выпивают, расслабляются. Прекрасная погода. Вот так и надо приезжать. Видите, приезжают скандинавы и расслабляются. А мы тут бегаем пока. Ну ничего, скоро мы тоже так же будем, как они приезжать, когда время есть. Купили билеты, ручная кладь, пролетели, прибежали, отдохнули и обратно. Вот так все тут ездят. Так что, так, интернет есть. Это уже очень хорошо. И тут на балкон будем заниматься, собираться, заниматься, дела делать. И мчим дальше. Это мы сидим в кафешечке. Нет, это в ресторанчике возле моря. Я уже все запуталась. Вот там морюшка. Это наш пляж Лос-Локас. Мы едим картошечку и какие-то вкусняшечки. Там кальмара мы едим. Прекрасное солнышко. Тепло. Хорошо. Так, это мы уже к вечеру поехали в Вилск. Смотрим журнальные столы. Смотрим, выбираем, но что-то как-то ничего не заходит. Вот тот стол, как скамейка. Симпатичный, но не очень. Эти какие-то маленькие, круглые. Красивые столы, да? Но они маленькие. Вот какой-то овальненький, но он маленький. Прям вот, ну, мыси-пусечек. Так, вот этот столик. Ну, более-менее, но тоже под вопросом. Так, давайте дальше смотреть. Ну, эти, ну, так себе, да? Вот тоже. Кругленькие, миленькие. Если вот эти два, например, поставить, как у нас, думаю, белые такие киевские стоят, симпатично, но тоже такое себе под сомнение. Белый вот этот, вот мне какой-то стол напоминает, трюмо. Но остальное все тоже не очень. Ну, давайте посмотрим. Столы обеденные и стулья. Все посмотрели, но придем домой, покажу, что купили. Но из мебели, конечно, пока не подобрали ничего. Приехали мы домой. Сейчас покажу вам наши покупки. Мы были в Юске, были в Карифуре. Вот, и покушать немножечко купили. Смотрели на матрасник. Что-то матрас нам жестковат. Но, может быть, из-за того, что простыня. Знаете, вот эта электрическая простыня, кладешь ее, и она жесткость придает. И из-за этого прямо кости ломит вообще. Уже сколько дней. В общем, ломит кости. Поэтому, думаю, сегодня снимем эту простыню с подогревом. Посмотрим, как матрас. Если нет, надо либо какой-то матрасничек мягкий, либо, ну, что-нибудь будем думать. В общем, буду рассказывать вам. Потому что, на самом деле, матрас дело такое. Все подбирают очень долго. Вы же знаете, да, можно спать, а потом понять, что это не твой матрас. Мы боялись, что он был слишком мягкий, а вот на самом деле нам жестко. Я сегодня даже проснулась ночью, у меня нога просто онемевшая. Я там встала, еле-еле отстаяла. Рузик встал у нее плечо онемевшее. Ну, в общем, непонятно. Плюс мы еще одеяло купили довольно теплое. Да, хотели, ну, реально под ним жарко. То есть, ну, можете про стыню вместе, я не знаю. Посмотрим. Так, ладно, сейчас буду показывать, что купили. Потому что смотрели все вьюзки, на матраснике, который мне понравился. На матрасе сколько он стоил? 400 евро? 300. 300 евро матрас у нас дешевле стоит. Поэтому, в общем, матрас поменять, чем на матрасник такой покупать. Вот. Потому что такой пирог получится иначе, да? В общем, на матрасник обалденный, честно. Я так лежала, не хотела с туда уходить. Там такие шикарные матрасы. Они, правда, стоят. Ну, шикарные, которые мне понравились, они где-то тысячи и дороже евро. Ну, там, не дороже, да, ладно, около тысячи евро. Вот. И я лежу и понимаю, что я просто наслаждаюсь, что я хочу там лечь поспать и никуда не уходить. Ну, тысяча евро, конечно, это сильно. Вот. Ну что, давайте буду показывать. Так, в Юске мы купили вот такую лампу. Вот такая вот. Сколько, Руди, она стоила? По-моему, 30... Нет, Руди, сколько стоила лампа? 30 евро? 35 евро, да. Вот такая, довольно красивенькая. Не знаю. Ну, в общем, надеюсь, что она хорошая. На столик подойдет. Хотели журнальный столик? У нас Рудольф выбирает стол. Он говорит, можно я выберу журнальный стол? Я говорю, можно, только не черный. Ну, то есть, чтобы он и не рыжий. Вот такие вот прям страшные рыжий цвет, который у нас вот здесь, вот, да, от которого мы все хотим избавиться. Главное... Так, буду подальше показывать. Главное не его. Я говорю, пожалуйста, а так все, что угодно. Пока этот столик стоит, пока мы его не заменили. Сегодня ничего интересного. Был один столик, неплохой, но не знаю. Ну, в общем, если что, под заметочку. Смотрели столы. Очень нравится нам стеклянный, такой большой красивый стол. Но, увы, представляете, вот здесь все место, все займет вообще. Вот, тоже такой некоторый минус. Коврик не понравился. Круглый такой раунд был. Так, ладно. В общем, посмотрела, что понравилось. Кстати, круглый столик сюда, а не столик, а коврик не подойдет. Смотри, вот проще какой-то прямоугольный, если, да, вот туда, если сидеть, зимой, когда холодно. Ну, вот так условно. Значит, не подходит круглый коврик. А со столом, наверное, да, тоже нам никак не подойдет. Такой большой там, круглый, да. У нас все-таки... Как ты приходишь домой, понимаешь, что места-то мало дома, да? Местечка-то мало. Может, кстати, тот небольшой столик, который тебе понравился, вот здесь и неплохо будет. Надо подумать. Ну, 180 точно нет. Все 180, это вообще полкомнаты займет. Даже ходить негде будет. Да. 110, я не сетю. Нет, а вот 180, который ты с Икеи, да, имеют, что точно не подойдет. Да, тебе 110. А тот, который вот такой узкий, маленький, который вот из двух частей, мне кажется, он по ширине, вот точно такой же, как этот был. 110, который был вот так. А вот тот, который был, этот... Ну, меньше. А? Переворачивающий. Да. Ну, мне кажется, он очень похож на этот, только чуть подлиннее, но такой же узкий был. Вот реально как-то. Не знаю, может, и неплохо смотрится, или какой-то массивнее, или просто тут всю комнату перекроет тогда, может, и не стоит сюда какого-то большого стола. А может... 10 на 1, у нас дома будет больше. Нет, а вот этот тут узкий. Неплохо смотрится, маловато, да? Нет, 110, это хорошо смотрится. Ну, в общем, ладно. Со столом ничего не понравилось. Так, купили два коврика. По 17.50 купили у кровати два одинаковых коврика. Так что с одной и с другой стороны. Сейчас мы сразу их и откроем. Давай, Руди, откроем. Даже интересно постелить. Где у нас тут ножик? Ножницы. Ножницы пропали. Вот они, ножницы, Руди. Хозяин сразу, да, все повесил. Поэтому ты говорила, что тебе цвет не нравится, да. Ну, в общем, надо какие-то ножницы посимпатичнее, но пока хотя бы вот единственные. Тут были старенькие, разломанные. Поэтому купили в Икеа синенькие. Так, конечно, лучше какие-нибудь нейтральные сюда. Так, ну что, давай разложим. Вот у нас вот один коврик был такой, киевский. Убирай, посмотрим. А? Почти такой же. Ой, не киевский, это юсковский, но он один. Ну, это он не совсем такой. Так, вот эти два одинаковых коврика. Вот, смотри, как красиво смотрится. Вот они зимой и летом. И что мне нравится, в таких ковриках можно стирать. Вот, с одной и с другой стороны. Ну, постелите. И вот такие вот. Так, как-нибудь чуть-чуть. Вот эта красота, да, с той стороны тоже надо. Так, давай мы свет включим. Кстати, наволочки на подушке купили. Сюда сиреневенькие. Потому что как-то вот эти теряются наволочки. Хочется чуть-чуть разбавить свет здесь. Такой все бежевое-бежевое, немножечко сиреневый. Такой акцент. Вот сюда лампочку купили. Она как раз будет тоже вот такого вот цвета сономы. Да, картины пока не купили. Хочется что-то такое интересное, но это потом. Картины можно потом купить. Так, еще, еще мы купили. Так, Рудя, что это? А, мусорное ведро туалета. Да, достань, пожалуйста. Так, потом мы купили весы взвешиваться. Вот такие за 10 евро купили весы. Это мы покупали в этом... Как называется магазин с собой? Карефур. Карефур, да. То есть надо взвешиваться. Я хочу смотреть, какая жирная хрюша. Так, батарейки здесь А3. Две штучки. Цветы были... Ой, весы были какие-то морской волны. И вот такие вот. Мне понравился такой цвет. В принципе, с красненьким будет веселеньким. Так, купила мисочку себе за 99 центов. Красить волосы. Что? А мы... Ах, не тот мы взяли. Надо поменять будет. А? Пусть будет черный. Потому что мы хотели белый для мусора, туалета. Сейчас, вроде спусти вниз, я не вижу сверху. Что-то, может, беленький был лучше, потому что черный прям пятно будет, нет? Пусти пониже. Так, значит, расческу я купила 99 центов тоже. Она сломана, так что в любом случае придется менять. Да. А, какая-то штучка подсломана. Да, штучка. Для сломана. Где? Да-да, вон она сломана. Так что, в любом случае, надо будет ехать, да, и менять. Так. Щепки у меня здесь. Так, потом покажи хотя бы, как выглядит. Смотрите, какой симпатичный. Сколько он стоил, напомню. Нажимаешь. А, 20 евро, да. Вот такой горшочек. Как же мы так взяли? И вот видите, ведерко, оно вынимается. А тут даже, да, вот ведерко вынимается. Вот такая бы красота была. Ну, не повезло. Ладно, в другой раз. Так, значит, надо съесть юзк. Надо решиться со столом тогда. Вот это вот за евро 60. Очень хотелось такой копченой колбаски. Рыба, слушайте, рыба соленая здесь очень дорогая почему-то. Вот эта стоит 3,50, здесь 100 граммов. Я не знаю почему, но здесь реально дорогая рыба. Так, это на стол. Вот такую штучку узкую кладут, чтобы было красивенько. Ну, вот так вот вдоль, например. И, ну, понимаете, да? А по бокам салфетки, например. Вот такая вот она какая-то бежевая, беженькая, красивенькая. Так, не помню, сколько стоит. Короче, в магазине мы купили еще вот в этом, в Банеросе. В Крифуре, в Пардон. Просто Банерос Торгового центра рядом. Купили вот такое мыло. Да, 2 евро стоит 4 штуки. Так, мыло обычно я люблю умываться обычным мылом. Так, смотрели мы еще эти плиты. Надо просто эту плиту снять, реально. Смотрели комплекты сюда, но ничего не покупали, потому что надо померить вот эту плиту. Но уже два комплекта мы присмотрели. Наборами продаются. Так, это вот такие сиреневые полотенца. Подушечки, наволочки вот такие вот. Вот, лампочку вам показываю за 35 евро. Да, лампу надо вкрутить тут. Такая, наверное, красотинь будет. Ты пока дашь что-нибудь. Ножки тут. Да, сейчас вроде тут нам все прикрутит. Так, дальше. Купили вот такие салфеточки на балкон. Пока вот сюда мы ничего не нашли. Как-то были, но не знаю, какого цвета, потому что стол-то этот у нас временный. Хотя можно было две штуки купить по 2 евро. Ну ладно, как раз мы за один бюст купим. Вот такие вот были рыжие. Прямо рыжий такой противный цвет. Даже не такой, а еще противный. Коричневый такой. И вот такие голубые. Это вот на балкон мы купили. Вот такие вот. О них можно мочить. И все остальное две для работы. Кстати, когда мышку ставишь от компьютера, вот на нее тоже она не скользит. Ну как это работает. Кстати, заметили, когда на белом столе мышка не работает. Вот на эту штуку кладешь, все нормально. На столе стеклянном тоже мышка работает. Представляете? Вот так вот. Даже ничего класть не надо. Но это просто, чтобы для еды, потому что на столе он такой старенький, грязненький. 6 евро, правда, довольно дорого стоит вот такая подкладка. Ну, две штуки мы купили. Хоческая, разорились. Вот такие вот вазочки, вазочки по 6 евро. Написано, что-то 10 было. Нам пробили одну за 6. Сказали, вторая, наверное, тоже 6. Я просто, видимо, цену не туда посмотрела. Вот такие вот. Так ставишь сюда какой-нибудь цветочек красивый, а сюда вот такую вот штучку я купила. Раз и на комод. То есть надо просто загнуть, и будет вот такая красота. Вот. Декорация. Красивая декорация. Немного, но чтобы было в доме. Так что вот эти покупки на сегодня у нас все. Ну, и так, мебель присмотрели. Посмотрела я комодик. Вот сюда надо померить до этой высоты, как он будет. Тоже с тумбочкой, с этим. Хотела сначала шкаф, потом думала, зачем где шкаф. Потому что вот всегда, видите, что-то мы закидываем. Очки какие-то, расчески. Тут моя косметичка надо брать. Ну, вот сюда всякие тоже бумажки. И я думаю, вот не хватает для обуви, да? Мы вот сюда стоим обувь. Вот сюда бы обувь и какая-то полочка. Присмотрела. Не знаю, надо померить. Надо так все пофотографировала. Надо подумать. Цены не дешевые в юзке. Как-то прям так сильно они дешевые. Поэтому хочется что-то интереснее посмотреть. Ну, интернет у нас уже сегодня есть. Вообще можно отдыхать, зажигать. Так. Вторые занавески, кстати, я стирала, которые здесь были. И они вообще были грязные. Мы их выкинули. Остали только вот эти светленькие. Они пока формально сейчас. Потому что после ремонта мы хотим вообще повесить карниз под потолок. Другой купить, естественно. И уже другие занавески. Купить тюль, занавесочки. Ну, все повеселее. Эти пока временные. Ну, чтобы просто как-то приличненько было. Так-то, конечно, белый цвет. Это прям какая-то больничка, по-моему. Но пока, чтобы хоть чем-то было закрывать. Сказать, здесь такие импровизированные на крючках. Вот такие ведь петли. Нет ничего более постоянного, чем временное. Кондиционер работает. Наш пюсель лежит. Сакия дома хранила. О, сейчас покажу. Ну что, покажу вам. Лампа. Такая приятная, вечерний свет. Вот там у меня будет такая настольная лампа. Поэтому вот вечерний свет. Самый тут. Стульчик старенький. Никуда не убираю. Потому что пока стулья нам заменить нечем. А сидушку отсюда, накладку убрала на этот, на балкон на нем сидим. Ну, такая лампа, в принципе, да. Она довольно богато смотрится, на мой взгляд. И спокойный вот этот мягкий вечерний свет дает. Такой вот рассеянный. Ну, не знаю, на стене не хватает. Ну, короче, не хватает побелки. Да, вот этой красивой. Не хватает всего. Вот наволочки. А я здесь купила сиреневые будут. Такие легкие сиреневые. Коврики такие. Все вот такое вот. В спокойном стиле. Просто здесь много бежевого цвета. Нужно какие-то не бежевые акценты, а немножко разнообразить. Надо с ковриков снять бирки. Так что вот такая вот у нас красота. Все немножко улучшается. Ну, конечно, уезжать будем, когда мы все это соберем. Берем все в шкаф, потому что ремонт. Но сейчас просто хочется пожить и не чувствовать, что ты в дедушкиной квартире живешь. Вот что как-то немножко по-современному, чтобы как-то комфортнее себя чувствовать. Поэтому такие все покупаем. Ну, конечно, все нужно будет тоже покупать. И некоторые вещи мы не покупаем специально. Люстры, например. Потому что я говорю, ну, будут бериться потолки, я их все запачкую. Давай потом. Знавески. Да, вот такие моменты не берем. Коврики дома. Ну, их можно скрутить и убрать в шкаф. Да, вот шкаф у нас не будет ремонтироваться. Мы приедем, потом будем его вообще полностью переделывать, менять. Поэтому все, что можно убрать будет в шкаф, мы покупаем. Что нельзя будет убрать в шкаф. Остается мебель. То есть все вот, все мягкие вот эти вот части мы будем убирать в диван. Заматывать все скотчем. Вот. Но пока еще здесь. И хочется все-таки какой-то минимальной красоты. Вот вроде тут уже попытался делать красоту. Вот так уже поставил вот эту вазочку. А то положил. Здесь не хватает кругленьких таких для еды салфеток. Ну, просто мы их не нашли. Сейчас вот не было. Кружечка. В общем, и каких таких ярких акцентов здесь. Мы думаем сделать, может, акцент на стол вот этот вот. Потом там будет стеклянный это, телевизор. Вот. Ну, то есть какие-то на картину акценты, еще на что-то. А так хочется спокойных тонов таких, нейтральных. Потому что ярких уже красок здесь и на улице полно, и везде полно. Поэтому хочется такого какого-то уютного спокойствия. И вот это рыжее. Все куда-то убрать потом. Но это потом. Так, ладно. Сейчас мы все разберем тут. Потому что на столе у нас всегда освобождают столешницы, чтобы ничего лишнего не было. Даже ничего, кроме еды. И сейчас вот мы все положили туда. Надо разобрать и все прибрать. Так что вот такие наши на сегодня покупки. Все. Всех целую. Встретимся завтра. Желаем вам отличного настроения. Прекрасной погоды. Всего самого лучшего. Целую. Пока-пока.